Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. С коронавирусом или без? Из Китая вернулись 20 ульяновцев. Что на самом деле произошло в НИАРе и какая территория заражена радием-266? Уволенные с УАЗ ульяновцы выходят на одиночные пикеты и в чем сущность кадрового кризиса на автозаводе? Нагрудные знаки и сертификаты на общую сумму в 400 тысяч рублей. В Ульяновской области отметили лучших поэтов Приволжского федерального округа. На крупнейшем предприятии региона, Ульяновском автозаводе, кадровый кризис. Уволенные с УАЗ ульяновцы выходят на одиночные пикеты. В чем сущность нарастающей проблемы, разбирался Павел Половов. Проблема с сокращениями работников Ульяновского автомобильного завода набирает обороты. Социальная напряженность выходит на улицы. В подземном переходе к предприятию уже проходят одиночные пикеты. Поддерживает протестующих региональное отделение партии «Единая Россия». Слухи о массовых сокращениях на Ульяновском автомобильном заводе постепенно перестают быть слухами. Сейчас известно, что уволено уже более 700 рабочих. 700 человек оказались на улице и не могут найти работу. В дело включилось региональное отделение партии «Единая Россия». Людям оказывается юридическая помощь и раздаются вот такие памятки. У проблемы несколько аспектов. И кошмарить автомобильный бизнес никто не собирается. Однако оставлять людей без помощи нельзя, считают депутаты. Мы возмущены этой ситуацией, потому что неоднократно руководство УАЗа заявляло, что массовых сокращений не будет. Но, как мы наблюдаем, это не так. К нам обращаются многие работники бывшие, которые недовольны или тем, как с ними расстались, или как с ними рассчитались. Оцениваем ситуацию как критическую на Ульяновском автомобильном заводе. Мы в партии, по нашим данным, более 700 человек за 2019 год по разным программам потеряли свою работу и сегодня. Или ищут работу, или нашли ее, но на более плохих условиях. И, к сожалению, по нашим данным, в 2020 году этот процесс по тем или иным программам будет продолжаться. Рассказать об УАЗовских реалиях готовы многие. Завод, конечно, да, хочу сказать. Берут из Питера, приезжают из Елабоги, приезжают своих. Мы увольняем, сокращаем. Даже есть у меня те, кто я до сих пор поддерживаю связь, были начальниками смены. Сейчас они просто начальники участка. То есть не дай подай. Всех понизили, сократили, своих засунули. Это несправедливо. Люди рассказывают, что выполняя одну и ту же работу, они получают разную зарплату. Ульяновец 14 тысяч, а иногородний 75. Доверие к руководству у всех уровней это не добавляет. Уважаемые руководители Ульяновского автомобильного завода, пожалуйста, не усугубляйте социальную напряженность и ситуацию среди работников и вашего трудового коллектива. Займитесь реальной работой и взаимодействием с профсоюзом Ульяновского автомобильного завода. Сделайте все, чтобы варианты компенсации, поддержки, а в лучшем случае не увольнение ни одного работника в год 75-летия Победы на вашем предприятии стало нормой, а не исключением. Бесплатную юридическую помощь можно получить во всех отделениях партии. Кроме того, работает горячая линия 8 84 22 58 00 08. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В Ульяновск из Китая вернулись 20 наших земляков. Ни один житель региона, побывавший в Поднебесной, не заразился опасной инфекцией. Такую информацию нам озвучили в Управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области. К слову, проверяют всех туристов, но под наблюдением в первую очередь попадают те, кто вернулся из Китая. Новости из Димитровграда. Несмотря на фейковую информацию о якобы нештатной ситуации в Научно-исследовательском институте атомных реакторов, в Димитровграде все спокойно. Подробности в нашем материале. Напомним, 3 февраля в соцсетях начала появляться информация о ЧП на предприятии. Позже руководство НИАР и Димитровграда слухи опровергли. Дело в том, что в процессе работы с радиоактивным веществом «Радием-226» произошло незначительное загрязнение территории института. Оно не вышло за пределы промышленной площадки номер один. На территории промышленной площадки номер один института и на прилегающей территории радиационный фон находится на уровне среднестатистических значений и характерен для нормальной эксплуатации объектов использования атомной энергии. Нормальные показатели радиационного фона показали и ручные дозиметры, с которыми общественники и экологи объехали все районы Димитровграда. Возникшая ситуация не повлияла на работу образовательных учреждений. Многочисленные фейковые сообщения о якобы запрете выхода детей из школ после уроков педагоги опровергают. «В нашей школе вчерашний день прошел в штатном режиме. Дети в обе смены занимались все уроки в полном объеме. Никакой паники, ажиотажа не было». 4 февраля в городе также все спокойно. Все учреждения работают в штатном режиме. В Димитровграде, как и по всему региону, объявлен карантин по заболеваемости ОРВИ, поэтому школьники остались дома. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. В продолжении темы. Корреспонденты Димград-24 побывали в лечебных и учебных заведениях города и убедились, что город действительно живет привычной жизнью. Ох, жалко, жалко, жалко бедных страусят. И корь, и дифтерит у них, и оста, и бронхит у них. И голова болит у них, и горлышко болит. Если у страусят из известной сказки про эболита болит все, то у воспитанников Димитровградского детского сада «Дельфиненок» ничего не болит. Тех, кто чихает и кашляет, остаются дома с родителями, а всех приходящих ждет утренний фильтр. Ребята меряют температуру, проводят визуальный осмотр. Персонал детсада уверяет, что это никоим образом не связано с инцидентом, произошедшим в Няре накануне. Просто в городе объявлен карантин по ОРВИ. Все проходит в штатном режиме, все проводится в детском саду по нашему режиму, в соответствии с санитарными правилами. Детки присутствуют в детском саду. Конечно, ограничено количество детей в связи с тем, что введены карантинные мероприятия. Дельфиненок – одна из крупнейших дошколок в Димитровграде. Сейчас из 294 воспитанников в детский сад посещают 164 ребенка. Для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вирусных инфекций, проводятся привычные противоэпидемические мероприятия – проветривание, дезинфекция помещения и обязательное мытье рук с мылом. А мы не да молодцы. И хорошо пальчики, пальчики хорошо моем. В школах тоже все тщательно моют, как положено с детсредствами. Это университетский лицей. 4 февраля, как и во всех общеобразовательных учреждениях города и области, здесь не ведутся уроки. По рекомендации губернатора Сергея Морозова, в связи с ростом заболеваемости, СПЭК принял решение ввести в школах региона карантин до 10 февраля. Я считаю эту меру своевременной, меру предупредительного характера. По нашей школе я не могу привести цифры о повышении эпид-порога. Мы, скорее всего, в норме, согласно сезонным нашим мониторингам. Однако такие мероприятия позволят нам предупредить эпидемиологический порог и, точнее, его превышение. К слову сказать, в школе, так же, как и по всем другим учреждениям города, 3 февраля не был нарушен образовательный процесс в связи с нештатной ситуацией в НИАРе. И многочисленный эффект сообщения о якобы запрещении выхода детей из здания после окончания уроков здесь однозначно опровергают. Паники и ажиотажи мы не заметили и в лечебных учреждениях Димитровграда. В них карантин введен с 1 февраля, еще до общего городской волны фейк-страшилок. Медперсонал в масках температурящей больной обслуживается на дому. Помимо сезонного роста заболеваемости ОРВИ, врачи отмечают увеличение обращений горожан, связанных с перепадами погоды. Скачущее атмосферное давление и температура воздуха больше всего влияют на детей и пожилых горожан. Естественно, вот с такой нестабильной погодой у нас увеличилось обращение пациентов с обострением хронических заболеваний. В основном есть сосудистые заболевания, это повышенное давление, это обострение хронической ишемической болезни сердца. Больные бронхолевочным заболеванием плохо себя чувствуют. Конечно же, рост заболеваемости и нестабильная погода добавили работы димитровградским медикам. Но огромных очередей в регистратуру и терапевтические кабинеты нет. Видимо, сказывается вовремя объявленный карантин и слаженная работа медперсонала. И детей, я считаю, что очень вовремя отпускают по решению СПЭК, потому что две трети заболевших – это дети. Поэтому у нас всегда, чем раньше мы отпускаем детей на каникулы, тем меньше заболевшее взрослое население, тем самым мы снижаем заболеваемость общей ОРВИ и гриппом. Что ж, картина предельно ясна. В Димитровграде введен карантин по заболеваемости ОРВИ в лечебных и образовательных учреждениях. Количество обращений в поликлинике увеличилось и за счет нестабильной погоды. И НИАР здесь ни при чем. Если только особо впечатлительным димитровградцам различные слухи и домыслы просто добавили головной боли. И да, эвакуации жителей нет. И кордонов, запрещающих въезд на территорию города, тоже нет. Татьяна Елисеева, Виталий Невов, специально для Улправды.ру из Димитровграда. Вопрос о раздельном сборе мусора не раз поднимался в отраслевом министерстве. А о важности проблемы многократно говорили местные экологи. Пока власти региона строят поэтапный переход на раздельный сбор мусора, педагоги 72-го школы решили приучить к этому подрастающее поколение. Пластик, бумага и электроника отдельно. Ученики 72-й школы Нового города теперь сортируют мусор по правилам. Экобоксы по раздельному сбору отходов установили на площадке учреждения. Таким образом, школа стала базой проведения городского экологического марафона вместе на чистой планете. Мы хотим детям показать, что все их труды – это действительно труд, который направлен на возможность дать вещам вторую жизнь и спасти нашу планету. Организаторы марафона считают – дети – главные энтузиасты, которые в первую очередь начнут менять свои привычки и выкидывать мусор правильно. А позже их примеру последуют и сами родители. Разделение мусора очень эффективно, поскольку дарит отходам вторую жизнь. Собранные отходы пойдут на переработку. К примеру, использованным батарейкам дадут вторую жизнь. А предприятие «Симбирсквторресурс» обязалось безвозмездно вывозить и утилизировать отходы. На установке контейнеров экологическая акция не закончится. Детей ждут экскурсии на предприятия, занимающиеся переработкой мусора, игры по защите окружающей среды и научно-практическая конференция. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. С понедельника началась тематическая неделя национального проекта «Наука». Поэтому местом проведения очередного аппаратного совещания стал Ульяновский технический университет. В Политехе был представлен проект «Умного кампуса», который должен сделать ВУЗ научно-культурным центром северной части города. Сергей Морозов отметил, что у молодежи накопилось много вопросов. Одним из ответов на них должен стать «Умный кампус». Всего в неделю нацпроекта запланировано более 300 мероприятий. В их числе фестиваль науки, онлайн-олимпиады по иностранным языкам, обсуждение научных трудов и обмен опытом предприятий с ВУЗами. Семь наших ребят, которые стали победителями Олимпиад, они поедут в Москву, в Академию наук, будут встречаться с самыми выдающимися учеными в Ульяновской области. Большое внимание уделяется цифровизации образовательных учреждений. В течение двух лет 358 школ обновят материальную базу. Будет открыто не менее 200 точек роста, где школьников будут готовить по техническому гуманитарному профилю. Губернатор напомнил свое поручение развивать в точках роста киберспортивные дисциплины. Институтом развития образования у нас разработана программа для школьников, в результате освоения которой учащиеся учатся понимать оптимальную стратегию игрового поведения, ведущего к достижению высокого командного результата, сотрудничать со всем коллективом своей команды, игроками любого вида соревнований, и, конечно же, проектировать командный успех. Программа опробирована на двух образовательных учреждениях области и будет внедряться в точках роста. В части высшего образования губернатор поручил до конца недели решить вопрос с подготовкой специалистов в сфере ЖКХ и архитекторов. Слава Богу, так сказать, первые в России приняли решение, такую программу запустили. Посмотришь, некоторые субъекты начали этим уже тоже заниматься. Но опять прошли путь и бросили. Знаешь, вот я на вас посмотрел, вот, говорю, вот ручки чешутся прямо, вот еще, говорю, вот расстаться со многими. Губернатор отметил, что эта проблема возникает из неверия в собственные силы. Поэтому решение многих вопросов не доводится до конца. Заканчивая тему образования, глава области поставил жесткие сроки по подготовке нормативной базы в регионе для реализации послания президента. Особое внимание губернатор уделил обеспечению младших классов бесплатным питанием и самых маленьких ульяновцев местами в Ясли. Также глава области уведомил собравшихся, что Министерство культуры России выделит ульяновской области 87 миллионов рублей на развитие дополнительного образования. В параллельность реализации послания президента ведется работа подготовки изменений в устав ульяновской области. Согласно утвержденному плану работы, все поправки принимаются, обсуждаются, сводятся воедино на данный момент. На момент первого заседания мы имели порядка 8 предложений. Сейчас у нас в работе порядка 16 предложений по внесению изменений. Особую поддержку членов рабочей группы получил ряд предложений. Они касаются повышения статуса губернатора, который возглавит правительство и будет определять общую стратегию развития региона. Поддержали они и консультации с депутатом и заказательным собранием перед назначением министров. Еще одна тема, которая касается детей, это продажа снюсов. В области приняты законы, запрещающие продажи никотина, содержащих смеси несовершеннолетних. Но нарушения продолжают встречаться. Мы провели встречи во всех районах, ну как минимум в городе Ульяновске с бизнес-сообществом. В понедельник собрали всех представителей сферы торговли, малой торговли на площадке мэрии. Это был прошлый понедельник совместно с первым заместителем главы администрации. Сделали несколько рейдов с общественностью, с опорой России и с деловой России. Губернатор поручил активизировать работу с предпринимательским сообществом и общественностью с целью недопущения продажи снюсов. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. В Ульяновской области состоялась церемония вручения ежегодной межрегиональной поэтической премии имени Николая Благова. В этот же вечер состоялось заседание совета по продвижению чтений и поддержке книгоизданий в Ульяновской области и писательских организаций. Слово Ирине Антоновой. Лучшим поэтам по Волжье вручили премию имени Благова. Награда была учреждена в 2012 году. В 2017 она приобрела статус межрегиональной. Главная цель премии – развить литературное творчество в регионах Приволжского федерального округа и продвигать талантливых поэтов. Премию ежегодно вручает губернатор Сергей Морозов в присутствии всей литературной элиты региона – писателей, поэтов, членов Совета по продвижению чтения. В первую очередь глава региона рассказал о приоритетах работы на предстоящий год. Наша область носит почетное звание – территорию книги и чтения. Это не только признание наших особых заслуг и достижений, но и результат многолетних усилий по продвижению региональной культуры, укреплению культурных традиций, духовных и национальных ценностей. Кроме того, это звание налагает на нас и особую ответственность – системно заниматься продвижением чтения и книгоиздания. В этом году в номинации «Земляки Благова» сертификат лауреата в размере 150 тысяч рублей и нагрудный знак губернатор вручил Димитровградскому поэту Александре Беловой за сборник стихотворений «Навсегда мне Россия дана». В номинации «Волжская пристань» отмечен поэт из Перми Анатолий Гребнев за сборник избранных стихотворений и поэм «Сильнее и жизни и смерти». Он также получил сертификат в 150 тысяч рублей. О Благове я давно, но он на слуху один из лучших, можно сказать, деревенщиков, поэтов. У него поэмы, там, и «Волга», и так далее. Я его очень люблю и ценю. До сих пор, вот, иногда возьмешь, перечитываешь «Поклонная гора» у него, за книгу, которую ему дали в государственном премии. Прекрасный поэт. Вообще, у вас земля очень богатая поэтами и прозаиками. Сертификат лауреата в 100 тысяч рублей в номинации «Верность традиции» вручили поэту из Пензы Екатерине Огарёвой. «Конечно, для большинства волжских авторов Николая Благов – это большая величина, это могучий поэт. И, конечно, каждый, кто пишет в этом регионе, он испытывает на себе его влияние, чувствует даже, может быть, какую-то его поэтическую поддержку, вдохновляется его творчеством». Также подвели итоги реализации программы книгоиздания. Так, в 2019 году областными и муниципальными учреждениями культуры было издано 68 книг, общим тиражом почти 18 тысяч экземпляров. «Что хочется отметить, это, конечно, издание, посвященное 150-летию Владимира Ильича Ленина. Вышел большой, красивый альбом «Владимир Ильич Ленин», документы, не изданные ранее. То есть, этот альбом будет интересен всем, потому что там внутри есть те документы, которые раньше никто не видел. Есть совершенно замечательное, уникальное, научно-популярное издание Ивана Севопляса «Симбирское время Ленина». Это про то время, когда здесь жила семья Ульяновых. В 2020 году на программу книгоиздания за счет средств областного бюджета запланировано финансирование в размере 4 миллионов рублей. На эти средства планируется выпустить 10 книг. Среди них – книга памяти, письма, опаленные войной, треугольники судьбы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 5 февраля в регионе ожидается похолодание. Температура воздуха днем опустится до минус 4 градусов, ночью – до минус 9. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин